А в Шемкенте усилили борьбу со стихийной торговлей. В период пандемии уличных продавцов контролировать стало сложнее. Многие из них не вакцинированы и к тому же работают без приложения АШИХ. Анастасия Новикова с подробностями. Эта аллея у рынка в Шемкенте стала местом постоянной стихийной торговли. Тут и овощи, и фрукты, и горячие лепешки. От покупателей нет отбоя. Торговцев периодически разгоняют, но на следующий день они вновь возвращаются на насиженные места. Только за семь месяцев в этом году в Шемкенте за торговлю в неустановленных местах оштрафовали 2856 человек. В госказну поступило больше 7 миллионов тенге. Торговля в неустановленном месте влечёт предупреждение лишь штраф в размере 5 МРП. Но продавцы нарушают и повторно. Тогда штраф увеличивается до 10-месячных расчётных показателей. За повторные нарушения в этом году оштрафовали 61 человек на общую сумму 1 миллион 779 тысяч тенге. Легче заплатить штраф и работать дальше, говорят продавцы. Правда, разговаривать с журналистами на камеру отказываются. Но и горожане придерживаются того же мнения. Мол, людям нужно работать и кормить свои семьи. Есть такое предприятие, чтобы работать? Нет же. Поэтому люди сидят. Надо же жить. Почему мы должны ходить на этот маленький базар, там куча. Заражаются на общий... Посмотрите количество людей какое. Пускай торгуют. Почему это? Красоту наводят? Да везде плевки, обрывки, бутылки. Пусть лучше это собирают. Рейды по местам стихийной торговли в этом году усилили. Ведь таких продавцов невозможно контролировать. Зачастую они не вакцинированы и не могут участвовать в программе АШИК. Стихийная торговля, само название, она говорит, это незаконная торговля, во-первых. Во-вторых, значит, в АШИК они не могут участвовать. Потому что, согласно постановлению 33 по АШИК, они не имеют работы по проекту АШИК. Стихийные торговцы, головная боль и для коммунальщиков. Нередко продавцы оставляют после себя кучи мусора. Коробки, пакеты и бутылки. И не платят налоги в госказну. Сколько именно сотен тысяч недопоступают в бюджет, подсчитать никто не берется. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, Информбюро, Шымкент. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро. Когда нужна честная информация. Продолжение следует...